Всем привет! Меня зовут Мельников Виктор Олегович. Я являюсь старшим преподавателем кафедры культурологии и социально-гуманитарных технологий Пермского государственного университета на направлении организации работы с молодежью, про которое сегодня вам и расскажу. Деятельность специалиста по работе с молодежью можно сравнить с работой садовника. То есть вначале нужно возделать почву, это основание для будущей молодежной политики. Затем нужно посадить туда зерно будущего цветка, смыслов и содержания. Затем внести туда необходимое удобрение в виде грантового финансирования. А потом медленно и бережно выращивать этот цветок при помощи событий, форумов, форматов и так далее. Вот этот цветок — это и есть молодежь, а точнее ее способности, ее таланты, ее интересы. Которую нужно взращивать. Это непростая работа, но зато очень интересная, а самое главное — нужная и полезная для общества и государства. Ведь если мы хотим, чтобы наша страна активно развивалась, нам нужно способствовать реализации потенциала каждого молодого человека. Обучение на направлении организации работы с молодежью идет 4 года. Это очная форма обучения, заочный — нет. В итоге присваивается квалификация бакалавра. Вообще молодежь есть везде, и поэтому образование будущего специалиста по работе с молодежью должно носить достаточно широкий комплексный характер. То есть наши студенты изучают дисциплины, связанные, например, с проведением научных социологических исследований, изучают дисциплины, связанные с организацией мероприятий как развлекательного, так и серьезного формата. Это, естественно, в молодежной политике никуда без знания законов, поэтому у нас есть блок правовых дисциплин. При этом никуда также и без понимания принципов проектного подхода и проектирования вообще. Поэтому есть блок дисциплин, который направлен именно на это. Ну и, конечно же, есть блок дисциплин, направленный на изучение в принципе системы государственной, региональной и муниципальной молодежной политики. Сложно ли учиться? Да, наверное, как и везде, то есть все зависит от каждого конкретного студента, дорогу оселит идущий. Мы своим студентам на первой же встрече 1 сентября сразу же говорим, что нельзя стать высококлассным специалистом по работе с молодежью в учебной аудитории. У нас практика ориентированное направление, поэтому наши студенты должны быть в центре всей движухи, посещать различные мероприятия, форумы, мастер-классы и так далее, как в Перми, так и за пределами нашего города. Для того, чтобы повышать свой уровень насмотренности. Чем больше вы видите разных мероприятий в самых разных форматах, формах и видах, тем выше ваш уровень как профессионал. Поэтому жизнь за пределами учебной аудитории очень насыщенная и богата на события. По поводу практики могу сказать, что их много, они разные по содержанию, в том числе и те, в рамках которых студент встает на реальное рабочее место, получает реальные задачи и, следовательно, реальный результат своего профессионального совершенствования. Как я уже сказал, молодежь есть везде. Поэтому спектр вариантов будущей работы, выпускника, направления организации работы с молодежью очень широк. Это и государственный сектор, то есть органы власти, как государственное, так и местное самоуправление, сфера образования, например. Это и коммерческий сектор, например, специалистами по корпоративной, молодежной и не только политике в крупных бизнес-структурах. Это и некоммерческий сектор, то есть, например, работа гранд-райтером, это человек, который пишет заявки на гранты в некоммерческих организациях. Наши выпускники работают в агентстве по делам молодежи Пермского края, курируют ту или иную деятельность на федеральном уровне, например, в рамках Всероссийской форумной кампании или в ассоциации волонтерских центров. Есть выпускники, которые, оттолкнувшись от проектной деятельности, которой они занимались в университете, стали развивать эти проекты дальше, создав, например, свое свадебное агентство. Ну и, наконец, есть выпускники, которые не смогли оставить это направление после его окончания и стали его преподавателями, например, я. Молодежная политика и работа с молодежью — это всегда командная игра. На нашем направлении мы поддерживаем атмосферу командности, дружелюбия и сопричастности. У нас даже один из хэштегов, который мы используем, звучит как «УРМ-семья». Поступив к нам, вы присоединитесь к сообществу профессионалов, людей, которым не все равно. Поэтому присоединяйтесь к нашей семье, поступайте на направление организации работы с молодежью в Пермском классическом университете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!